Вечер во Владимире продолжается. Сегодня мы будем разговаривать с Сергеем Бирюковым, председателем комитета по социальной политике и здравоохранению Задовательного собрания Владимирской области. Поговорим о важных итогах первого заседания ЗАГС собрания в этом году. Но прежде мы расскажем о минувших событиях, которые вот-вот сегодня произошли. Вы сегодня встретились, у вас было рабочее совещание с коллективом Владимирской станции скорой помощи. Итак, Сергей Веенович, добрый вечер, добро пожаловать в эфир. Начнем с этого. Добрый вечер, спасибо, что пригласили. Здравствуйте. Да, сегодня у нас в 5 часов по инициативе коллектива станции скорой помощи состоялась встреча, на которой, собственно, присутствовали заявители, депутатский корпус и представители Департамента здравоохранения. Напомню, что в Законодательном собрании создана рабочая группа по разрешению кризисных вопросов, которые сложились на станции скорой помощи. Рассказывать об этом не надо, все, в принципе, следят за событиями. Скорая помощь, к сожалению, часто касается многих, и поэтому все знают о тех проблемах, которые там возникают. И рабочая группа вынесла целый список рекомендаций разным ведомствам и должностным лицам, в том числе главному врачу. И вот коллектив скорой помощи выражал некоторые опасения о том, что главный врач не в полной мере реализует рекомендации рабочей группы. И изначально вопрос был созвать в неочередное заседание. Мы дали себе срок, поставили и тем лицам, которые в это задействованы, до марта месяца принять необходимые меры по разрешению ситуации. Ну вот коллектив посчитал, что нужно раньше собраться. Ну мы посмотрели, то есть решили предварительно с ними встретиться. Это хороший был разговор, то есть выслушали, действительно опасения, по крайней мере, вот с их слов действительно есть. Ну и приняли решение, будем, соответственно, встречаться с Сергеем Евгеньевичем Кулебабой, главным врачом, то есть смотреть, как он, собственно, реализует те поручения, рекомендации. Прошу прощения, потому что мы все-таки поручения не даем. Поручения дает президент, мы об этом поговорим в конце программы. Вот, и в зависимости от этого будем действительно решать, имеет ли смысл созвать рабочую группу досрочно, если у нас есть какой-то срыв в поручениях и нужно менять концепцию. Либо мы, собственно говоря, дождемся результатов в марте. Ну и очень хорошо, что коллектив делает какие-то рациональные предложения и находит отклик и у Департамента здравоохранения в части, допустим, цифровизации, работы планшетов. То есть такие хорошие рабочие вопросы задаются, которые, в принципе, можно отрегулировать, действительно, не кладя на это голову, а просто правильными организационными решениями на уровне Департамента, на уровне руководства скорой помощи. То есть работа со скорой помощью ведется, станция Владимирской скорой помощи находится на постоянном контроле. И я думаю, что совместными усилиями, поскольку мы все в этом заинтересованы, и в рабочую группу входят и общественники, и профсоюзы, и фонд обязательного медицинского страхования, то есть все этим занимаемся в марте. Доложим вам, Иван, какие были достигнуты результаты. Итак, переходим к результатам заседания ЗАГС Собрания. Самое приятное, что в первом чтении принят закон о выделении бесплатных земельных участков семьям с детьми-инвалидами. Кто попадает под действие этого закона, как он будет работать, и почему для данной категории депутаты решили ввести дополнительную льготу, и именно в таком виде. Ну, там на самом деле не только выделение бесплатных земельных участков, там два положения. То есть многодетным семьям с детьми-инвалидами дается право получить бесплатный земельный участок, но без, ну, поскольку они многодетные, и так имеют право, но без подтверждения статуса нуждаемости. То есть если многодетная семья должна доказывать, что она нуждается в улучшении жилищных условий для приобретения участков собственности и постройки там дома, то если в многодетной семье есть ребенок-инвалид, такое несчастье, то мы считаем, что надо им помочь. И поскольку эти семьи особенные, то есть не всем бывает важно вот именно улучшить за это что-то жилищные условия, а многодетная семья и так, в общем-то, достаточно стеснена в возможностях куда-то выехать на отдых. Ну, сразу билеты на самолет, это для многих недоступно семей становится. На автомобиле куда-то ехать, ну, не все тоже могут себе позволить. Здесь хотя бы какая-то возможность для постройки загородного дома и организации качественного отдыха для детей. История у этого закона, ну, тоже положительная. Я очень рад, что у нас существует преемственность между созывами. То есть начинала заниматься этим вопросом по обращению семьи с ребенком-инвалидом из Юрьевца, бывший депутат законодательного собрания, она не сенатор, как скоро их будут называть, по предложению президента официально Оли Николаевна Хохлова. Ну, созыв закончился, то есть не успели какие-то решения принять, и мы подхватили, создали рабочую группу. Рабочая группа очень активно работала, то есть там не было споров о том, что необходимо это ввести. Были разные предложения, в том числе и от администрации области, ну, то есть в рабочую группу входили депутаты, администрации области, представители от ассоциации муниципальных образований. То есть вот от всех были предложения то ли снизить выкуп... Да, вот про первую мы заговорили. А второе предложение — это семьям с детьми-инвалидами, то есть уже без многодетного статуса, которые имеют в аренде участок, да, и построили на нем дом, этот дом зарегистрирован на всех членов семьи, то они без выкупа могут эту землю получить в собственность. Ну, бывает, бывает такая необходимость. И запрос-то был у семьи из Юревца именно такой. Они построили дом на арендованном участке, предоставленном органами местного самоправления. Хотели бы его выкупить в собственность, ну, не знаю, вот хочется им, да, чтобы это вот было свое, да, или там как-то оставить ребенку там или еще, ну, неважно. То есть действительно желание такое правильное, законное, и с пониманием надо относиться. А выкупная стоимость, несмотря на то, что там не, ну, от кадастровой стоимости рассчитывается, 800 тысяч, да, получилось у них. То есть вот они должны 800 тысяч заплатить, чтобы этот участок получить в собственность. Изначально предложение было от администрации минимально снизить, вот-вот там до одного процента от кадастровой стоимости. Посмотрели юридически, ну, не совсем оправдано это. То есть можно, можно оспорить такой закон. Начали вот разные меры предлагать, и вот родилась такая, нашли возможность и в федеральном законодательстве, и юридическое направление, которое у нас и в администрации работают, тоже одобрило то, что бесплатно передавать. А насчет многодетных с детьми инвалидами, здесь, ну, мое-то мнение изменилось. Я всегда говорил, что когда вводилась, собственно говоря, эта норма, да, поддержки многодетных семей, вот суть ее была именно в том, что всем многодетным нужно предоставить землю. Ну, у нас вот, к сожалению, есть критерий нуждаемости. Ну, понятно, что он введен тоже не потому, что сидят какие-то злые депутаты и не хотят всем многодетным предоставить землю. Во-первых, земли не хватает в городских округах, да, то есть Владимир, Ковров, Муром. А во-вторых, муниципалитет еще обязан к этим участкам подвести коммуникации, да, то есть это финансовые затраты. И таких-то участков еще меньше. Ну, я думаю, что мы все равно на этом не остановимся, будем работу продолжать. Меры поддержки мы, вот, если историю посмотрите, законодательных собраний, то есть любое законодательное собрание, вот, каждый месяц, ну, за редким исключением, то есть мы развиваем, вот, вносим изменения в 120-й закон, основной наш, областной, постоянно меры поддержки развиваем, то, значит, медицинская ипотека, то вот землю, семьям, ну, и вот так далее. То есть это, ну, такая каждодневная работа, которой мы, собственно говоря, занимаемся. И комитет на своем заседании принял решение рекомендовать принять закон в двух чтениях, но депутаты подумали, что, наверное, все-таки нужно направить еще раз главам местного самоуправления в наши районы, городские округа, для того, чтобы они смогли оценить и, может быть, свои поправки предложить. Ну, поправки ухудшающие я не прогнозирую, чтобы они поступили или были приняты. Возможно, внесение каких-то дополнительных изменений, допустим, допустим, если это будет обосновано, может быть какое-то и перераспределение бюджета для того, чтобы сократить, собственно говоря, очередь многодетных, которые, допустим, во Владимире существуют. То есть вот 48, по-моему, на конец года было семей, стоящих в очереди. Ну, точно посчитать мы не смогли, насколько у нас многодетных семей, которые имеют в своем составе ребенка-инвалида и не подавали ранее на бесплатный земельный участок. Которые подавали, вот в очереди их 8, во Владимире в городе стоит. Вот по всей области около 200 многодетных семей с детьми инвалидами. Ну, сколько из них во Владимире? Ну, все равно, даже если там 20 человек добавится, 20 семей, то очередь вырастает. Нагрузка на администрацию города Владимира действительно есть. Поэтому мнение их выслушаем и, может быть, действительно поможем и улучшим, внесем изменения в другие законы, в том числе и в бюджет. Сергей Георгиевич, ну, понятно, что здесь мы будем прогрессировать все-таки в своих социальных позициях, в мерах социальной поддержки. Это дело будущего, дело времени. Обсудим спорные моменты. На последнем заседании ЗАГС-собрания депутаты разошлись во мнениях относительно законопроекта Антона Сидорко о ежемесячных выплатах детям войны. Кстати, совсем недавно им уже торжественно выдали удостоверение. Начали выдавать. Да, начали выдавать о том, что они таковыми являются. Расскажите, почему ваша фракция и большинство депутатов так и не поддержали? Вроде бы, хорошее начинание и все этого ждут. Вот не точно. На самом-то деле все поддержали саму идею. И даже у нас фракция большинства выступала в лице председателя и говорила, что всячески поддерживаем. Прошу, значит, поддержать. Но к самому закону было очень много замечаний. И когда мы очень подробно на комитете, несмотря на то, что, собственно, текст законы изменений небольшой, рассматривали подробно, задавали вопросы Антону Сергеевичу, на какие-то он ответил. Обозните нашим телезрителям, собственно, в чем суть-то изменений. Антону Сергеевичу Сидорко предлагалось, соответственно, детям войны внести, надо с прошлого года начать, то есть после долгих дискуссий и разных мнений, которые на протяжении многих лет высказывалось, все политические силы, представленные в законодательном собрании, пришли к единому мнению и приняли консолидированный закон о детях войны, так называемый, в котором, собственно говоря, устанавливался этот статус и некоторые нематериальные льготы, и в том числе материальные, то есть которые поправками были внесены, это 25% платы за коммуналку и, соответственно, бесплатной юридической помощи. Все торжественно в ноябре приняли и, соответственно, Антон Сергеевич внес на конец года предложение внести туда еще и изменения, 3,5% от прожиточного минимума ежемесячно доплачивать детям войны. Вроде бы дело благое, но понятно, в ноябре мы там, или в октябре, уже ближе к концу года принимаем этот закон о детях войны, идет параллельно общественное слушание по бюджету, предложение по изменению в бюджет. Антон Сергеевич, задаем вопрос, вот когда на этом этапе, когда формировался бюджет, вот те 350 миллионов, ну можно же было заложить и безболезненно как-то внести. Почему они вносили? Ну вот, внятного ответа нет. Ну хорошо, ладно. Идем дальше. Почему 3,5%? Почему, как во всех остальных случаях, когда мы устанавливаем материальную поддержку каким-то категориям, не прописать там, честно, 300 рублей? Ну то есть 3,5% — это вот там примерно 300 рублей. Сомнения-то какие? То есть прожиточный минимум формируется в том числе как бы и независимо от нас. То есть есть там методики федеральная потребительская корзина пересчитывается. И прожиточный минимум-то он не всегда увеличивается. Он иногда уменьшается, например, вот там, по-моему. Буквально сегодня у нас уже новость была такая, да. Да. О снижении прожиточного минимума. На несколько сотен там. Вот. Соответственно, вот этот человек, который подпадает под действие закона, он получает в следующем месяце, что меньше, да. И опять объяснять ему, почему у него отняли эти деньги. Так же воспринимается, да. Я вчера получал 10 тысяч, сегодня получил там на 500 рублей меньше. Ну, почему. Вот. Ну, тоже. Я, в принципе, понимаю, что 3,5% от прожиточного минимума действует, ну, выглядит красивее, чем 300 рублей. Ну, вот. Наверное, это мое предположение. А так, вот сомнения-то были именно такие, что ставим себя в зависимое достаточное положение и усложняем и принятие бюджета. То есть, существует ну, такая устоявшаяся практика, что мы индексируем, да, там, на уровень инфляции, да, по методикам. То есть, на конец года, в начале этого года, там, на 3,8% мы там всем-всем-всем категориям эти выплаты индексируем. Вот. Почему здесь не так? Потом при обсуждении возникает, вот там в тексте закона написано, действует с 1 января 2020 года, Антон Сергеевич предлагает, давайте его примем сейчас, чтобы он действовал, там, с 1 января 2021 года. Ну, он дважды вносил поправки по замечаниям правового характера. Ну, можно было внести и эту поправку. Совсем по-другому уже выглядело бы, да. А так, мы, собственно, получили отрицательный отзыв губернатора, ну, тоже со всеми необходимыми словами, что в целом поддерживаю, ну, укажите источники финансирования. Потому что в обосновании этого законопроекта источники финансирования, ну, то есть практически все статьи бюджета, предлагаю найти средства, перераспределив вот такие-таки-таки статьи бюджета, там, десяток статей, в том числе и по социальным расходам, да. Ну, и вот как, да, то есть конкретно откуда вытащить, да, там, и из какой больницы, да, там. То есть, прежде чем дать, нужно понять, откуда взять. Да, ты автор законопроекта, ты предложи, а так вот, как в анекдоте, я стратега, а не имиджмейкер, да, вот так у нас получается. И, соответственно, счетная палата тоже дает отрицательное заключение. И мы, собственно, рассматривая на комитете, понимаем, что принимая, в целом поддерживая, что нужна действительно эта мера поддержки, принимая этот законопроект, мы должны будем все вместе, там, депутатами, поправки вносить. И вот тот законопроект, который будет изменен до буквы, то есть это будет уже совершенно другой законопроект. С точки зрения законотворчества, наверное, это непрофессионально. И, допустим, принимая его, там, в двух чтениях, там, без, нарушая бюджетный кодекс, там, без каких-то финансовых обоснований, тоже можем попасть в ситуацию, когда это будет оспорено кем-то. И, возможно, даже затянув вот процесс развития вот этих мер поддержки. Потом же и общественная дискуссия должна быть обязательно. Допустим, там, они, наверное, проводили, там, вот, фракция, которую Антон Сергеевич представляет, наверное, наверное, проводили какую-то дискуссию по этому поводу. Ну и все депутаты тоже общаются, мера поддержки нужна, но основное это все-таки признание статуса. Это мы сделали. Хорошо, мы будем дальше развивать. Ждал я, допустим, от послания президента, что прозвучит это, прозвучит, что будет мер поддержки детям войны, давайте примем закон. Не прозвучало. Но я думаю, что это тоже оставлено на потом. И есть основания предполагать, что к юбилею Великой Победы мы, наверное, и на федеральном уровне эту меру поддержки увидим. И, скорее всего, она, я надеюсь, будет не 300 рублей, а несколько больше, и бюджет не пострадает. И люди, которые этого заслуживают, получат, соответственно, существенную какую-то прибавку. А так вот получилось, что... Ну, знаете, то есть вот в прошлом законопроекте я рассказал, как вот есть консолидирующие какие-то, да, там преемственность в законотворчестве. Ну, бывает законопроект, который вносится из политических соображений. Но это нормально. То есть есть раз в фракции политические, в законодательном собрании, значит и политическая борьба. То есть в каждой фракции заинтересованы в том, чтобы первой о чем-то заявить. Да, вот. Ну, я думаю, что в этом случае Антон Сергеевич достиг той цели, которую ставил. Дети войны, к сожалению, пока выплат не получили. Поясните тогда позицию относительно предложения губернатора отменить, либо серьезно сократить выплату супругам-юбилярам. Да, вопрос сложный. Есть у нас, конечно, такое предложение, которое находится... Это чтобы изыскать средства для детей войны, или это что-то другое? Я не знаю, зачем это было вброшено. Да, конечно, нет. Потому что, ну, если в бюджет посмотреть, там заложены средства и на реализацию закона о детях войны, и на выплату юбилярам. Более того, юбиляры-то они знают об этом. И традиционно, наконец, января уже 70% юбиляров, которые в этом году, ну, то есть мы не конкретно под дату, они в течение года могут обращаться и, значит, получать соответствующие выплаты. Все. К концу января эти деньги уже 70% получено. И, ну, совершенно неправильно было вброшено, что это противопоставление. Ну, да, возможно, там у нас, ну, как бы, постоянно идет такая, как такой посыл из правительства, наверное, что помощь должна быть адресной. С одной стороны, правильно, вот. А с другой стороны, ну, так или иначе адресность, она тоже устанавливается людьми, да, то есть как вот принять, да, там, 30 лет прожили не нуждается в поддержке, там, семья, а 50 лет прожили, вот, нуждается, да. Ну, вот, раз приняли, отнять это очень сложно. Сергей Кириллович, продолжим, да, пока телезрители с нами. Здравствуйте, добро пожаловать в эфир. Слушаем вас. Алло, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, вы с нами? Плохо слышно. Очень плохо вас слышно. Алло, говорите, пожалуйста, громче. Мы вас не слышим. Перезвоните, пожалуйста, еще повторите попытку. К сожалению, был какой-то вопрос. Так, ну, к примеру. Да. В Государственную Думу к поправкам и Конституции, раз мы уж будем про это говорить, внесена была поправка фракции «Справедливая Россия» о том, чтобы закрепить в Конституции, что если нельзя отобрать никакие социальные льготы, выплаты, социальные обязательства нельзя отменить без соответствующей компенсации. И это правильно. Мы все пережили там в 2005 году монетизацию льгот, которая до сих пор аукается, до сих пор мне звонят люди, которые говорят, верните наши льготы, верните наши деньги. И в этом случае та же самая история. То есть это можно сделать, если вдруг 100 миллионов критически важны, какая-то адекватная компенсация, а не как было предложено 10 тысяч и какой-то подарок. Ведь людям тоже что греха таять. Я много звонков получал, которые с возмущением звонили, неужели отняли. И спрашиваешь, на что, или они сами говорят. И там разные совсем ситуации. Кто-то там, говорит, на похороны отложу. Кто-то наоборот, говорит, вот хочу своих многочисленных детей и внуков собрать всех вместе. Редко такое получается, затратно. А тут вот как раз на это есть средства. Но всегда есть на что потратить, было бы что. Мы сейчас прервемся на блог коммерческой информации. Далее поговорим о том, как будут выполняться послания президента, его наставления, что придется делать органам местного самоуправления. Ну и, собственно, как законотворцы у нас тоже восприняли это послание. Я напоминаю, что у нас в студии Сергей Бирюков, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Владимирской области. Сергей Евгеньевич, продолжаем разговор. И сегодня то, что на повестке дня, это обсуждение послания президента. Как наша Владимирская область будет жить с напутствием и с такими глобальными задачами, которые поставил президент? Давайте в целом сначала дайте свою оценку от этого послания, потому что его многие называют революционным. Да, вот почему? Это правда. И на самом деле мы чувствовали все, что-то в воздухе висело, то есть что-то должно меняться. Это назрели те перемены, о которых президент озвучил. И я так обычно старался послание или общение с прессой уже читать после произошедшего. Тут я чувствую, что надо прилинуть к экрану и не ошибся. И я думаю, что со мной радовались и аплодировали и все, кто нас смотрит, потому что там действительно были озвучены такие вещи назревшие о поддержке семьи, выплаты материнского капитала после первого ребенка. Причем это так резко произошло. Если до этого шли какие-то разговоры о том, что надо, не надо, продлевался дважды срок выплаты материнского капитала, и тут новое даст за первого ребенка, за второго ребенка. И это, конечно, не может не радовать. Мы все живем в одной стране, и жители Владимирской области, как и все многодетные, как и все родители, нуждаются в таких мерах поддержки. Лишним-то точно это все не будет. И мы будем только это приветствовать. Потом, после послания, и политическая жизнь активизировалась. Вот недавно, на этой неделе, я в ОНФ присутствовал, которые собрались, вот их там дважды президент назвал во время своего послания, там раздал поручения, и они собрались, вот собрались общественность, исполнительная власть. Мы, депутаты, пришли, стали обсуждать, а как же это послание реализовывать, там свои какие-то предложения были сформулированы для того, чтобы передать дальше на федерацию и как-то на уровне нашей области начать реализовывать. Потом, ну, радоваться надо и с точки зрения как бы государственного человека, поддержка семьи, это хорошо, но это поддержка семьи, которая деньги придут в область, то есть, соответственно, это еще федеральные деньги, которые будут наши семьи тратить на то, чтобы купить здесь жилье на средства материнского капитала или там обучать детей, то есть все как бы пойдет, собственно говоря, в развитие. Бесплатные завтраки, то есть, если год назад у нас такая не очень парламентская дискуссия шла по этому поводу, нужны или нет завтраки для школьников, ну, президент взял, поставил точку в этой дискуссии, как будто он следил за нашей дискуссией, вот что там вы, Владимир, говорили про завтраки, и вот решил, правильно решил. И здесь тоже такая совокупность, вот это прям как раз нас касается, то есть, очевидно, что часть денег будет какая-то федеральная, но и, соответственно, и органам местного самоуправления надо будет тоже изыскать, и региональный бюджет на это будет средства выделять, вероятно, то есть, это все еще формируется, то есть, мы с 1 сентября 2020 года должны будем в это войти, то есть, там, где, соответственно, в тех школах, где это приспособлено. То есть, важный момент тоже, о котором было сказано, о том, что усилить роль органов местного самоуправления, включить их в органы государственной власти. Вот тут важно, то, что вместе с полномочиями, собственно говоря, не обошли бы их стороной по финансированию. А как на сегодняшний день? Ну, на сегодняшний день, соответственно, у нас льготные категории обязательно питаются, и, соответственно, остальных на уровне органов местного самоуправления решений происходит. То есть, это в их компетенции. Смогли, нашли деньги, обеспечили, не смогли, не нашли, решили, что не надо. Все, вот эта дискуссия закрывается, то есть, каждый ребенок и должен действительно в школе получать полноценное питание. Ну, этим проблем-то не закончится. Важно еще обеспечить, чтобы питание было качественным. Есть и жалобы, и холодное, и невкусное. И в этом направлении и нам тоже надо работать, и обязательно будет региональный закон о социальном питании принят. я думаю, то есть, уже как бы про это мы год говорим. И все это действительно надо регламентировать. Важные моменты тоже еще в послании президента были. Он предложил те нормы социальные, которые в законах у нас закреплены, в Трудовом кодексе, в других законах, закрепить в Конституции, чтобы вот это была, собственно говоря, основа у них. Правильно? По Конституции у нас социальное государство, и, соответственно, будет правильно, если мы те основы, которые мы видим в социальном государстве, были в основном в законе закреплены. Минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума. Да, в законе это есть, но хорошо, если это будет закреплено. Обязательная индексация пенсий. Тоже хорошо, если это будет закреплено. Ну, я думаю, что там поправками уже есть поправки, внесены, что не просто обязательная индексация, а обязательно регулярная индексация и более как бы приближенных к жизни, чтобы нельзя было, как, допустим, накопительную часть пенсии заморозить. Там ежегодная индексация. И, видите, то есть одно послание, оно послужило как бы основой такой хорошей, положительной дискуссии. То есть в обществе обсуждают, какие меры нужно предпринять, чтобы мы стали жить лучше. То есть заговорили, собственно говоря, о качестве жизни. То есть если до этого уровень дискуссии был на уровне отдельных групп, вот этим мы давайте поможем, этим чуть попозже, этим побольше. То есть помогать, собственно говоря, тем, кто как бы находится, ну, что там говорить, в нуждающемся положении. Здесь основа вот этих вот предложений это то, что, ну, закрепить и развивать, собственно говоря, качество жизни всех. То есть на всех это повлияет. То есть мы же не даем, ну, и президент не предлагает, и материнский капитал, собственно, действующий, не выдается там нуждающимся, да, не надо доказывать, что семья нуждается в этом материнском капитале. Есть первый ребенок, вот там 450 тысяч, да, есть второй, вот еще там 100, сколько там, 150 тоже, да, 115. Вот. И все. На те меры, которые определены, строительство, или там покупка жилья, учеба и так далее, пожалуйста, собственно говоря, трать. Сергей Евгеньевич, вот на Ваш взгляд, какую работу в связи с исполнением президентских поручений планируется провести на местах? Вот нам к чему готовиться? Хватит ли у нас денег, и нам нужно где-то их брать? Ну, где деньги брать, собственно говоря, из всех источников они уже берутся, да, то есть понятно, что мы ждем новых, так назовем, траншей из федерального бюджета, и очевидно, без них мы, собственно говоря, не сможем эти послания президента реализовать. Ну, из своих местных и региональных бюджетов, я думаю, что при обсуждении, при принятии, как бы, действующие законы, изменений, возможности региона будут учтены. То есть, не реализовать мы их не сможем, да, значит, деньги, соответственно, найдем, да, будет больше денег федеральных, ну, и, соответственно, перераспределение каких-то статей бюджета, ну, и нам тоже нужно будет изыскать. Ну, потенциал есть, да, вот, несмотря на то, что у нас бюджет региональный дефицитный, то есть, все равно некоторые резервы имеются, да, и поэтому точно область никак не пострадает от реализации вот этих вот правильных мер, которые в послании были озвучены, да, и тут надо тоже не оставаться равнодушным и нам всем, то есть, когда будет обсуждение изменений в Конституцию, надо, вот, на мой взгляд, забегая вперед, какой бы формат ни был принят вот этого голосования, обязательно участвуют, то есть, показать такую массовую, надеюсь, поддержку, надеюсь, поддержку, потому что из того, что озвучил президент, по крайней мере, ничего негативного не вижу. Возможно, да, там есть какие-то, может быть, заинтересанты, которые попробуют как-то исказить, да, вот, ту основную мысль, которую до нас Владимир Владимирович хотел донести, ну, надо тоже внимательно следить, и когда к нам в законодательное собрание поступят поправки в Конституцию, да, если мы будем по срокам успевать тщательно проанализировать, высказать мнение и людям не стоять в стороне. Есть, конечно, у нас отдельные оригиналы, которые высказывают, что произошел конституционный переворот, что это ненужные и несвоевременные меры, но вот так вот разговаривая с людьми, даже у пессимистично настроенных граждан видно, вот, звучит, то, что все это нужно, все необходимо, критика в основном идет, почему так поздно, да, вот, поэтому я и говорю, что те меры, озвученные в послании, те предложения по изменению Конституции, они назрели, надо поддержать, ну, и в очередной раз показать, что мы один народ, живем в Российской Федерации, вот, но и тоже важный момент, нам, как законодателям, предстоит много работы после того, как эти изменения будут внесены, очевидно, что и в наши областные законы придется выносить изменения, ну, в тот же 120-й закон социальной поддержки. Кстати, а как вот эти изменения, ну, фактически, да, вступают в силу? То есть, это же не просто, да, на бумаге, это же должна быть, наверное, сначала как-то принято, там, обсуждению подлежит, то есть, какова сама вот эта процедура? Вот, процедура тоже сейчас дискутируется, да, на самом деле, ну, как бы, очевидно, то есть, первое, что приходит в голову, это референдум, да, по изменению Конституции. То есть, это форма, да, вот форма для обсуждения. там законодательно получается, что мы не вносим, нет предложений в обязательной статьи Конституции, по которым этот референдум надо проводить. И вот сейчас, в том числе и ЦИКом, разрабатывается форма какого-то всенародного голосования, как это будет производиться, точно я сказать еще не могу, да, но как бы ни производилось, самое главное, чтобы было очевидно, что это, ну, не технологическая какая-то игра, да, а то, что всеми способами, всеми формами дали возможность каждому гражданину высказать свое мнение по изменениям основного закона. основной закон останется бумагой, если он не будет поддержан, ну, действительно поддержан большинством, подавляющим большинством, да, там, 51% никого, я думаю, не устроит, то есть, это все равно дискуссионная вещь останется. А так, вот, в первом чтении приняты поправки в Конституцию, соответственно, вносится уже там более 300 поправок внесено, рассматривается на профильных комитетах Государственной Думы, потом будет ко второму чтению, ну, и дальше мы эти формы смотрим. И вот до второго чтения, соответственно, во все субъекты Российской Федерации направляются предложения тоже для внесения поправок, и мы сможем ну, либо как-то внести какие-то свои предложения, либо просто согласиться, да, еще Путин предложил прописать в Конституции требования к чиновникам на критически важных должностях, вот как вы считаете, вот какие эти вот ключевые требования должны быть к чиновникам, потому что мы знаем, да, сейчас очень в СМИ обсуждается, да, один поступок губернатора, вот как вы считаете? Нет, но самое главное, что он сказал, и вот прям подчеркнутый, очевидна была его позиция, то, что государственный служащий на высоких должностях и депутат федеральный не должен иметь соответственно гражданства, вида на жительство и финансовых инструментов, ну, не должен быть связан с иностранной державой, и, ну, собственно, это очень правильно, да, и там второй тоже момент в послании был озвучен, который с этим связан, с защитой суверенитета, признать наше внутреннее законодательство главенствующим перед международным, да, ну, мы с вами видим, как быстро в мире все происходит и, собственно, на международное законодательство у некоторых сильных держав не хватает времени даже оглянуться, то есть они действуют по своим интересам, да, и, а мы вот на мировой арене видно, что мы прям законопослушная держава, то есть мы соблюдаем все, даже если это идет во вред нашему суверенитету, а значит, соответственно, и нашему граждану, и поэтому мы вот с этой стороны защищаемся, то есть даем понять, что вот для нас главное это то, что внутри страны, да, то, что на международной арене, это соответственно выражение интересов тех, кто в этой стране проживает, да, по тем законам, которые они сами определили через те государственные институты имеющихся, и тут же, соответственно, мы ставим блок, да, ну, предложение президента, поставить блок тоже иностранным государствам, которые потенциально могут быть непозитивно к нам настроены, чтобы они не могли влиять через депутатов, через министров, через заместительных министров, вот, и может быть и на наш уровень тоже следует распространить на региональный уровень, чтобы у нас не было таких заинтересантов, которые смотрят на запасной аэродром, да, все, здесь живем, здесь работаем, вместе со всеми, и хорошо, что президент это понимает, и хорошо, если это будет поддержано большинством наших жителей, да, вот, очень хороший исторический момент, в котором мы можем вот почувствовать себя жителями одной страны и видеть, что мы на одной волне с президентом, с депутатами, такая консолидирующая история получается, очень здорово. А сегодня мы на одной волне были Сергеем Бирюковым, депутатом заказательном собрании Владимирской области, спасибо огромное и до новых встреч. Спасибо.